МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всегда свежее деревенское мясо, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления. Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды Мессоотделов. Ерыгина, 34. Что скрывается под брендом Янта? Бескрайние поля, современное производство и технологии, труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе Янта. Янта. Есть вкусно. Всем привет. Это снова программа Муж на кухне, в передаче, в которой мы всегда готовим простые, доступные, а главное, очень вкусные блюда. Друзья, сегодняшнюю передачу я хочу посетить тем, кто не только умеет, но и любит готовить и готов учиться. То есть я думаю, что для всех зрителей нашей передачи, потому что еда – это то, что нас всех объединяет, все мы любим кушать. И я лично не встречал ни одного человека на земле, который не любил бы это делать. Ну, а поскольку мы любим кушать, значит, мы любим и готовить. То есть это для тех, кто любит проводить время на кухне, потому что сегодняшний наш рецепт требует особого внимания, участия. Ну, не могу сказать, что какого-то мастерства особого. То, что я вам сегодня покажу, возьмите, пожалуйста, на заметку, и у вас будут получаться всегда прекрасные рулеты. Итак, тема сегодняшней передачи – рулеты. Поехали. Лично я люблю рулеты за то, что уже владею некой техникой, да, их заворачивание, что они всегда получаются ровненькие, красивые, но и за то, что это прекрасное такое, прекрасное поле деятельности для творческого человека, потому что начинка для рулетов может быть совершенно разная. И каждый раз, готовя что-то, да, я стараюсь рецепты совершенствовать, да, и вот они так эволюционируют, эволюционируют, и в итоге доходят до какого-то, на мой взгляд, оптимального результата. Это и сочетание продуктов, и технологии их приготовления. И сегодня я вам покажу две разных начинки для рулета. На мой взгляд, эти начинки идеальные. И состоят они тоже из простых и доступных продуктов, что и, в общем-то, по правилам нашей передачи. Ну, давайте посмотрим, что здесь у меня на столе. Далее, это зеленый горошек, продается круглый год в замороженном виде. Прекрасный, прекрасная основа для начинки, прекрасный цвет, прекрасная фактура, текстура. Далее, здесь у меня морковь отварная, немножко, буквально 4 штучки чернослива, чесночок. Ну и кое-что еще по ходу дела я вам все расскажу. Ну, рулеты. Из чего мы будем делать? Рулеты бывают двух видов. Это натуральные и натурально рубленые. Натуральные рулеты – это когда вы делаете единый кусок из какого-то мясного продукта, из мяса, отбиваете его такой сплошной лепешечкой, и уже в него заворачиваете начинку. Натурально рубленый, как вы догадались, это то, что делают из фарша. Это, в общем-то, гораздо проще. Именно такой простой вариант мы сегодня с вами и возьмем. Смотрите, здесь у меня кусочек прекрасный, на мой взгляд, идеальный телятины, нежирный, свежий. Что касается… Вот у меня часто спрашивают, где я покупаю продукты. Ну, знаете, вот раньше на Руси, да, в общем-то, и сейчас у кого-то в семьях было принято так, что есть свой парикмахер, да, у каждого практически есть, свой врач, да, есть, там, не знаю, у кого-то, может быть, стилист, да, и так далее. А у меня есть свой мясник. Это очень важно – иметь такое доверенное лицо, так скажем. И у меня мясник в виде магазина мясоделов, магазин домашней еды. Я уже несколько лет покупаю продукты именно там, особенно, что касается свежего мяса. Потому что за годы, так скажем, сотрудничества появляются уже доверительные отношения. Ты уже приходишь, тебя знают, и всегда тебе предложат только самое лучшее и только то, что тебе надо. К тому же в магазине мясоделов мясо разделывают очень правильно, так, как нужно, по технологии. Ведь вы и знаете, что каждый кусочек мяса, каждая часть говяжьей или свиной туши предназначена для приготовления того или иного блюда, то есть прям буквально маркированное. Так что, что называется, создаю пароли и явки. Магазин мясоделов ждет вас, так же, как и меня. Итак, я нарезаю телятину на кусочки, которые у меня пройдут в мясорубку. Здесь у меня приблизительно 800 грамм мяса на два рулета, более чем достаточно. Итак, вот у нас телятин. Как вы понимаете, телятина очень мясо такое нежное, и мы... Ну, есть такой термин сухое, да, то есть оно не жирное. И рулеты... Вот, кстати, здесь нужно отдельно остановиться. Рулеты многие рассматривают как горячее блюдо, да, основное. А вот я почему-то считаю, что это больше закуска, потому что горячее блюдо... Мы там наслаждаемся конкретно самим продуктом. Мясом, рыбой, курицей, да, то есть это главное. В рулете это не совсем главное. В рулете главное сочетание и мясных продуктов, и начинку, начинки, которая входит в состав этого рулета. Поэтому это все-таки закуска. И я уже сейчас начинаю думать, какой вкус будет у моей закуски. Закуска должна быть яркая по вкусу, по запаху. Она должна пробуждать аппетит. И вот здесь у меня есть кусочек сала, копченого, натурального копченого сала. Никакое не магазинное, где используется там жидкий дым какой-то, да. Это натуральное копчение. И это очень важно. Я хочу, чтобы мой рулет пах костерком, дымком для закуски. Это очень хорошо. Сало у меня нежирное. Шкурку я, конечно, срежу. Нежирное, но все-таки какое-то количество жира здесь присутствует. Чтобы сделать рулет более сочным. Сало здесь у меня 300 грамм. Итак, я сало тоже нарезал кусочками для мясорубки. И давайте быстренько пропустим. Это, благо, дело не хлопотное. Включаем мясорубку и поехали. Здесь у меня установлена мелкая решетка. Я буду поочередно выкладывать кусочки мяса и копченого сала. Заметьте, я не добавляю сюда лук, фарш. Потому что мне нужно, чтобы основа мясная была монолитная, такая жестковатая. А лук, он будет разжижать. Он даст сок. Для рулета это нехорошо. Закончили. Далее, что мне еще нужно сделать из заготовок? Зеленый горошек, друзья, нужно отварить. Здесь у меня подсоленная вода. Я прямо замороженный горошек перекладываю в кипящую воду. Размораживать такой горошек не нужно, друзья. Потому что чем дольше он будет находиться на свежем воздухе, тем больше вероятность того, что он поменяет свой цвет, станет сереть. Нам важно, вот смотрите, какой красивый. Важно сохранить вот этот прекрасный яркий цвет весенний для того, чтобы начинка внутри была тоже яркая, красивая. И, ну, зеленая, разумеется, горошек сейчас закипит. Нужно будет минут 15 его проварить. И, собственно, мы тогда начнем уже делать саму начинку. Фарш я сейчас перемешаю. Больше ничего добавлять я в него не буду. Он должен быть такой, вот видите, плотный очень, очень плотный. Ну и все, друзья. Друзья, думаю, дальнейший ход событий пока ясен. Предлагаю прерваться на небольшую рекламу, потом обязательно возвращайтесь. И дальше самое интересное, я вам покажу два вида начинки и технологию, как рулеты заворачивать так, чтобы они получились красивыми. Всегда свежее деревенское мясо, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления. Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды Мясоотделов. Ерыгина, 34. Что скрывается под брендом Янта? Бескрайние поля, современное производство и технологии, труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе. Янта. Янта. Есть вкусно. Это великолепно, что вы дождались второй части нашей передачи. Напоминаю, что тема у нас сегодня рулеты и причем два вида начинки. Давайте начнем с первой. Она, на мой взгляд, очень простая. Здесь отварная морковь. Я ее натираю на мелкой терочке, чтобы у меня получилось что-то типа пюре. То есть одна начинка будет у меня такого красного оттенка. Это тоже очень красиво на срезе всегда. И трулет, он хорош тем, что разрезал. И красота. Я думаю, одной морковочки будет достаточно. То есть это, в принципе, не только цветовая составляющая, но и вкусовая. Морковь имеет свой вкус. Она сладенькая. Мы эту сладость подчеркнем тем, что добавим немного чернослива. Только, друзья, не переусердствуйте. Чернослива много не нужно. Чернослив нам нужен для запаха. Даже, я думаю, что три штучки чернослива будет достаточно. Иначе можно уже пойти ближе к десерту, наверное, если переборщить с ним. Далее следующий ингредиент. Здесь у меня поджаренные грецкие орехи. Они тоже очень хорошо сочетаются с мясом. Фактически мы с вами сейчас делаем даже, мне кажется, какой-то салат. Что это уже как бы вкусно. Но теперь давайте поговорим о запахах. Очень хорошо пойдет в эту начинку зеленый базилик. Зеленый базилик, кстати, продается сейчас везде и на рынках. Так что это не беда, не проблема. Ах, пошел аромат какой. Добавляем базилик. И, друзья, смотрите. Вот мы перемешаем. Посмотрим, что у нас здесь получилось. Ну, что тут можно сказать? Много сладкого. Да, сладкая морковь, сладкий чернослив. И вот это вот все дело хорошо можно сбалансировать с помощью чеснока. Чеснок сразу вернет вас с небес на землю и просигнализирует, что, друзья, это не десерт, это все-таки закуска. Два зубчика будет достаточно. И есть другая проблема. Когда вы рулеты уже готовы, начинаете нарезать. Есть одна беда, что начинаешь нарезать, и начинка начинает выпадать из рулета. Ее нужно всегда чем-то фиксировать. Нет ничего лучше, чем просто сырое яйцо. Мы разобьем, добавим соли и перемешаем. Яйцо при запекании, разумеется, свернется и закрепит всю начинку. Ничего у нас выпадывать не будет. Итак, начинка номер один готова. Переходим к следующей. И мы вспоминаем, что есть у нас зеленый горошек, который отварился. Вот я его только что переложил в миску. И, смотрите, цвет он сохранил, что меня очень радует. Но, друзья, по мере остывания горошек также может окислиться и поменять цвет в серую сторону. Поэтому есть два варианта. Можно сразу из горячей воды, из кипятка переложить его в ледяную воду, прям со льдом. И тогда он сохранит цвет. Есть другой вариант. Мы просто по старинке добавляем сок лимона. И он не даст горошку поменять цвет. Сразу перемешаем. И далее по составляющим. Знаете, у горошка есть жена. Вот так можно сказать. И жена это мята. Потому что нет, наверное, более лучшего сочетания, чем свежая мята и зеленый горошек. Именно свежий зеленый горошек вот такой. Никакой не консервированный ни в коем случае. Это просто, ну я не знаю, это безумно вкусно, это безумно ароматно. Вот сейчас я нарезаю мяту. Это такое благоухание стоит. Но и к тому же мята хороша не только с горошком, конечно же, а вместе с горошком к мясу. Это идеально. Перекладываю в горошек. Вторая начинка у нас попроще. Точнее, в ней меньше ингредиентов. Это зеленый горошек, мята, немножко соли, сок лимона. И сейчас, друзья, нам необходимо все это дело подмять. Сделать так, чтобы горошек раздавился. Но не весь, а так, знаете, слегка. Не прям, чтобы пюре получилось. А вот такая вот масса, где все-таки горошек должен угадываться. Очень вкусно пахнет. Аромат зеленого горошка и мяты просто безумен. Ну и согласитесь, цвет. Снимем пробу. Друзья, это что-то. А главное, очень просто. Итак, вот так. Будет достаточно. И вот начинка номер два из горошка и мяты у нас тоже готова. И давайте перейдем к технологии. Технология, в общем-то, проста, друзья. Все зависит вот от этой волшебной штуки, которая называется пищевая пленка. Обычная дешевая пищевая пленка. И с помощью нее мы добьемся того, что нам, во-первых, будет очень удобно заворачивать рулеты. Во-вторых, они у нас стопроцентно получатся идеальными по форме. Сейчас нам необходимо сделать оболочку для этих рулетов. И вот на эту самую оболочку, друзья, пленки жалеть не надо. Разматываем вот такой пласт. Еще одну полосочку. И делаем нахлест. Обязательно нахлест. И третий раз. Делаем горизонтальные линии. Без пленки. И не забывайте вот так руками скреплять пленочку. И это еще не все, дорогие друзья. Мы берем пленочку и делаем теперь линии вертикальные. Главное обезопасить себя от того, чтобы пленочка где-то разъехалась. Это будет тогда уже катастрофа. И еще раз, друзья, я делаю вот этот третий слой еще раз горизонтальный. Знаете еще для чего? Что наверняка вы подумали, а как мы будем в оболочке в этой запекать рулет? Ведь пленочка может сгореть. Она же тоненькая такая, да, друзья? Она не может, конечно, сгореть. Бывали случаи. Даже при запекании в водяной бане, как мы будем делать, бывали случаи, потому что делали тонкий слой. Всего два. А толстый слой все-таки нас обезопасит от того, что пленка расплавится. И вот теперь все, друзья, первый рулет мы готовы заворачивать. Я беру половину приготовленного фарша и распределяю его по пленке тоненькой такой лепешечкой. Поддавливайте, чтобы слой фарша был тоненьким. Готово. Теперь мы подсолим. Добавим свежемолотого перца. Здесь у меня целая смесь этих перцев. И распределяем начинку. Начинаем с центра к краям. Первая у нас пойдет начинка из моркови, чернослива, орехов и базилика. Прямо ее вот таким образом размазываем. От краев нужно отступать, чтобы, не дай бог, у нас там не вылезло. И размазываем, распределяем так же ровненьким слоем. Вот если так разобраться, друзья, то на самом деле ничего сложного нет в этом. Я думаю, что, в принципе, вы это понимаете. И теперь самое главное сейчас внимание, как мы рулеты заворачиваем. С помощью пленки это делать удобно. Мы берем за край, заворачиваем, придавливаем. Придавливать, друзья, нужно обязательно, чтобы выпускать воздух. Следующий поворот. Выпускаем воздух. И воздух выпускается, и начинка дополнительно распределяется более ровно по рулету. Здесь мы закрываем с боков. Теперь мы накрываем рулет пленкой и заворачиваем уже непосредственно в пленку, в оболочку рулет. С одной стороны зажимаем и закручиваем. И даже завязываем. Завязываем вот так на узел, подпирая. Сюда, чтобы у нас оставались ручки. Теперь мы смело уже рулет вот так переворачиваем. И начинаем его подтрамбовывать. Вниз. И тоже закручиваем. Посмотрите, какая колбаса у нас получилась. Итак, друзья, мне кажется, что ничего сложного в этом нет. Согласитесь, вполне логичные манипуляции. Чтобы рулет получился ровненьким, красивым, гладким. Нужно его вот так еще пораскатывать, чтобы шов там у нас соединился. И первый рулет готов. Для второго рулета мы делаем ровно то же самое. Точно такую же оболочку. Также в три слоя. Три полоски горизонтальные. Три вертикальные. И снова три горизонтальные. Ну и вот вторая часть фарша. В общем-то, здесь операции абсолютно идентичны. Также раздавливаем, разравниваем фарш, чтобы слой был потоньше лесной. Очень пахнет, кстати, копченостями. Чудесно. Смотрите, какая красота. Как красиво это выглядит. Также выкладываем на центр. И начинаем в сторону краев разравнивать начинку. Если вы такое приготовите, подойдите гостям. Гости будут в восторге и спросят, что же это такое. Что это такое чертовски красивое внутри рулета. Ну и заворачиваем. Точно таким же образом. Не забываем закрывать с боков. И теперь полностью заворачиваем в пленку. Также закручиваем с одного края. Завязываем. Делаем вертикально. Утрамбовываем. И закручиваем. Делаем узел. И подпираем этим узлом. И вот, друзья, у нас получился второй рулет. Он у нас чуть-чуть потолще получился, потому что начинки, видимо, побольше. Лишнее отрежем, чтобы это все не плавилось. И теперь тоже важный вопрос, как поступать с тепловой обработкой. Тут вообще все просто. Нам потребуется кипяток. Рулеты. Выкладываем в глубокий противень и заливаем кипятком. Где-то до половины. Убираем в духовку. Температура 180 градусов. Не бойтесь, друзья, запекать вот в такой пищевой пленке. Ничего ей не будет. Главное, чтобы была температура 180 градусов, обязательно наличие противенья воды, кипятка. То есть будет все готовиться на водяной бане. Ничего страшного не произойдет. Ну и убедимся мы в этом сразу после рекламы. Нас ждет еще несколько интересных манипуляций с этими рулетами. Всегда свежее деревенское мясо. Полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления. Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды «Местоотделов». Ерыгина, 34. Что скрывается под брендом Янта? Бескрайние поля, современное производство и технологии. Труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе. Янта. Янта. Есть вкусно. Время пролетело быстро. Мы на финишной прямой. Около 40 минут готовились рулеты в пленочке в духовке на водяной бане. И посмотрите, что у нас получилось. В чем еще достоинство пленки? Так это в том, что если бы мы с вами просто запекали в духовке без пленки, то тогда у нас бы все это дело подсохло, друзья. Но это еще не все. Хоть у нас и рулеты уже готовы, нам необходимо кое-что сделать. Мне кажется, что здесь не хватает какой-то корочки. Согласны? Так, перекладываем рулет на новый противень. То, что у нас вот тут появились дырочки, ничего страшного. Мы с вами сейчас займемся этим вопросом. И будем, что называется, лечить рулеты. Итак, положили вот на таком расстоянии друг от друга. И теперь, смотрите, сейчас мы займемся корочкой. Для корочки. Здесь у меня два желтка. Я отделил белок, он мне не нужен. И чайная ложечка меда. Я добавлю сюда острой русской обычной горчицы. Побольше. Одинаковое количество меда и горчицы должно быть. И сейчас мы это все вместе перемешаем. Добавим чуть-чуть соли. И соединяем все ингредиенты. Вот это у нас получится такая, что-то вроде глазури. Мед здесь важен, потому что, когда мы поставим в духовку, температуру я в ней увеличу. И начнется процесс карамелизации сахара, который сделает красивым цвет. Желток создаст корочку. Ну, а горчица здесь отвечает за вкусовую составляющую. И теперь прямо на горячий рулет мы поливаем глазурь и смазываем. Таким образом у нас вот эти вот дырочки, которые получились, это, в общем-то, часто бывает. Ничего в этом страшного нет. Все это дело у нас сейчас закроется, потому что вот на горячем рулете желток моментально начинает сворачиваться и образует корочку. И последний штрих, такой уже декоративный, мы посыпем сверху рулеты кунжутом. Это уже просто для красоты. Ну, в общем-то, кунжут тоже поджарится, он тоже будет вкусным. И в закусочном блюде будет очень хорошо смотреться. Итак, друзья, мы ставим это снова в духовку. Температура там уже сейчас 250 градусов. То есть нам важно, чтобы это все схватилось. Буквально, я думаю, минут 10-15 потребуется. А мы с вами займемся тем, что доведем эту закуску до совершенства. То есть с чем все это дело подавать. Для гарнира мы возьмем несколько доступных на данный момент овощей. Это перец, продается всегда огурцы. И вот даже морковочка, друзья. Нарежем морковь брусочками. Сразу буду укладывать брусочки на тарелку. Не будем ничего солить. Возьмем перец сладкий. Также сделаем брусочки. И огурчик. Вот таким образом раскладываем по тарелочке. И вот видите, что я оставил здесь место. Чем заполнится же это место, наверняка вы уже догадались, что нужен какой-то соус. И вот форма нарезки овощей, она как бы подсказывает, что эти овощи нужно будет во что-то макать, да? Вот во что, давайте быстренько расскажу. Мы с вами сделаем соус на основе майонеза. Я возьму хороший майонез золотой от Янты. Около 100 грамм. Добавим в него острого перца. Потому что соус должен быть такой возбуждающий аппетит. Один зубчик чеснока. Немножко укропа. И чуточку лимонной цедры для свежести. Буквально чуть-чуть перемешаем. И вот у нас получается соус, который на кулинарном языке называется дип. То есть это такая густая масса, в которую принято что-то макать. Итак, закусочная тарелка у нас готова. И вспоминаем про рулет. Достаем. Вот они у нас подрумянились. Мне не терпится просто посмотреть самому, как рулет выглядит на срезе. Это всегда такая большая интрига. Берем и вот так наискосок делаем разрез. И смотрим. Это у нас рулет. С морковью, черносливом, орехами и базиликом. Вот и второй рулет с горошком мы подаем рядышком. И вот у нас такая получается закусочная тарелка с двумя, в общем-то, самостоятельными блюдами, которые, мне кажется, не стыдно подать для гостей. Друзья, ну что я думаю? Думаю, что вот из всего вот этого, то, что мы приготовили, да, это где-то почти килограмм у нас был телятины и всего остального, я думаю, что человек 6 смело обеспечены прекрасной закусочной тарелкой. У нас здесь и свежие овощи, чтобы похрустеть, у нас здесь и интересное мясо с интересной начинкой, причем два разных вида, два разных вкуса. Ну и, в общем, вот что я хотел сегодня вам предложить. Если вы что-то не запомнили, то сегодня вечером на канале «Россия-24» наша передача повторится. Есть вариант намного лучше и проще, есть социальные сети в интернете, и во всех из них присутствует официальная группа нашей передачи, она так и называется «Муж на кухне». Найти нас просто в поисковике. Вы это можете легко сделать. Добавляйтесь в нашу группу, там вы найдете все рецепты из наших прошлых передач, та же рецепта, не вошедшая в передачи, в телевизионные версии. Там лежат и пошаговые рецепты блюд, и, разумеется, мы там с вами общаемся. Так что общаться мы можем начать буквально сразу после завершения нашей передачи. Добро пожаловать, присоединяйтесь, ну и прощаюсь с вами ровно на одну неделю. До свидания. Всегда свежее деревенское мясо, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы собственного приготовления. Все это вы можете приобрести в магазине домашней еды «Мессоотделов». Ерыгина, 34. Что скрывается под брендом «Янта»? Бескрайние поля, современное производство и технологии, труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе. «Янта». «Янта» есть вкусно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова